всем доброго времени суток уважаемые а также подписчики и гости моего канала вот сегодня у меня будет такой интересный обзор можно сказать так то есть в этом обзоре я вам расскажу про определенный бренд воблеров да и другой противоположный бренд который делает на него подделки ну кто у нас любят делать подделки это наверное понятно скорее всего что это китайцы хотя лично я ну не знаю не могу вам точно сказать что это за бренд и как его подделывают ну и какой бренд они пытаются подделать это рапала то есть вот встает такой вопрос то ли покупать оригинальную рапалу да то ли покупать вот этот вот эту подделку на рапалу то есть какие ценовые категории как они работают и что лучше юзать использовать скажем так рыболову вот ну я отлично полностью полноценной подделки то есть не не всех моделей рапалы видео у этого бренда у китайского да то есть они подделывают какие-то такие определенные выборочные модели то есть всей линейки подделок нету ну и в данный момент мне вот интересно были каренки в прошлом году и я много много времени от рыбачу на крэнк фирмы рапала вот называется он плотин крэнк 53 то есть глубина погружения у него почти метр на целых девять десятых вот вес его 9 грамм выглядит он вот таким образом почему называется плотин вот у не стоит шумовая камера это получается он стучит не просто натяжки а вот камера находится поперек вот так вот сама и в этой камере ходит шарик видите и только при покачивании влево-вправо я не знаю будет слышно в камеру или нет получается вот такие шумы почему стенки сделаны именно такие это получается как барабан как на барабане кожи натянута да по ней удар идет звонки то же самое вот эти стенки выполняют вот этот натяжение удар на удара как как на по барабану удар идет то есть по ним стучит как по барабану этот шарик внутри ну я вот могу сказать что нашим лососевым породам рыб ну а в частности это линку до на горных реках дальнего востока вот эта тема очень понравилась я конечно не ожидал такого эффекта от этого кренка и в то же время что неудивительно попадается достаточно часто допустим один раз за рыбалку попадается даже хариус хватает его спокойно даже хариус вот такого кренка ну вот и что что могу сказать если уже начал говорить про рыбы могу добавить про тайменя в прошлом году я на этого кренка выпустил 64 таймешонка то есть было поймана 64 таймешонка все они были выпущены и был полно пойман таймень на 8 килограмм и 1 на 6 килограмм то есть вот это вот серьезные экземпляры то есть уже на 6 на 8 килограмм все было в стат в штатном режиме тройники вот такие же малые маленькие вот скажем так вот такой вот кренк всего он 5 сантиметров даже клюют вот такие вот большие рыбины до 8 килограмм может быть и больше что-то поймаю в этом сезоне но ловить конечно я таких таймени на этого кренка конечно не планировал это произошло случайно ловил линкова попались два таких вот хороших таймешонка одного таймешонка на 6 килограмм можно сказать вытащу вообще смешно то есть он взялся на задний тройник но пока его выводил на лайтовый спиннинг со шнуром 012 и задний тройник у него выпал и зацепился вот средним тройником за одну назрю то есть представляете не знаю как так получилось он висел всего на одной назре этот 6 килограммовый таймешонок я его вот за назрю полностью вывел то есть был такой однозначно могу сказать приманка хорошая летит хорошо играет обладает колоссальной своей собственной игрой проводки стопан гол работают отлично даже пробую отвечать но там на твиче он как мы все знаем крымки они на твичинг нет ну как бы не откликается но вот это даже при твиче что-то там пытался что-то там изобразить не знаю насколько это там эффективно но смысл не в этом однозначно приманка хорошая вот его вся маркировка вот я вам покажу доказательства своих слов свою модель которая у меня работала в прошлом году вот этот кран краполовский плотин кран конумер своей смертью если посмотреть на камеру не знаю будет видно или нет он очень хорошо весь подран вот вообще тут столько зубов и таймешат и линков то есть не грызли его грызли не по-детски просто столько было поклевок можно сказать рыба в очередь вставала и умер у меня своей смертью то есть у него сломалась лопатка но если рассказать предысторию лопатка у него сломалась не сразу сначала у меня клюнул таймешонок и часть лопатки отвалилась в лодке я приехал домой приклеиваю эту лопатку и потом на следующей рыбалке она у меня опять сломалась но сломалась уже в другом месте то есть тут если присмотреться то видно вот первый шов видите идет она отвалилась по первому шву я ее приклею но потом она отловилась уже не в том месте где я клею уже совсем другом месте то есть вот такая вот система но пожил он уже когда я приклею недолго буквально на следующий рыбалки у меня уже от лопатка в другом месте и отвалилась то есть это о чем говорит что на усталость этого материала из чего сделана лопатка наступила то есть она уже лопаться в других местах и пошло 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 но крючки я бы сказал за такой интенсивный лов не зацепились крючки здесь в м сишной как я понял очень острые ни разу их не менял от рыбачу все лето на него ну скажем так очень часто на него рыбачу весь он подранный вот камера у него работает то есть очень хороший такой кренкич и как раз для горных рек его глубина погружения 0,9 я вот еще когда проводку делал кончик спиннинга сантиметров 30 воду отпускал на ямах предположительно что он заныривал и поглубже в принципе верховья горных рек то даже и среднем течение его вот этой глубины в районе метра было более чем достаточно чтобы притягивать притягивать себе всех линков это и мешать вот то есть раппала в этом плане себя зарекомендовала просто больная приманка такая то я уже купил новый видите такой извиняюсь ну и вот самый интересный момент рассказала вам по эту приманку какая она хорошая какая она ловчая но у нас хабаровский на нашем рынке появилась вот такая вот китайская можно сказать демоническая подделка на этот крэнк упаковка выглядит вот таким вот образом вот все характеристики показано что он floating глубина погружения полтора метра весь 9 грамм 5 сантиметров его длина то есть единственная в оригинале здесь 0 9 метра хотя в оригинале они продаются тоже там на 1 и 2 или на полтора метра но я пользуюсь именно вот этим вот 0 9 метра то есть вот такая вот упаковочка бионик бейт видеть называется вот все больше никаких опознавательных знаков вот на этих упаковках вот нету продаются они вот в трех вот таки вернее в четырех вот таких вот окрасках их подделывают вот видите вот такие вот окраски упаковка незамысловатая вот больше никаких опознавательных знаков и я вам скажу подделка сделано это до такой степени качественно что если даже сидеть дома под лупой да и пытаться найти три различия дату найти практически невозможно вот я покажу вот эта фирма бионик бейт не знаю китайская она или чья делать поделки вот вам покажу даже чешуйки на теле количество рисок плавников все чешуек на теле вообще все сделано как у настоящего кранка лапара пола один в один единственное что у них свои окрасы до свои вот такие вот красные глаза глазах такие грани они вот вообще так отражает очень здорово цвет свет прям если вот так вот где-то попадает свет на него и руку палец так поставить он прям даже вот в палец даже светит вот единственное что видно чуть-чуть другой угол наклона лопатки но не ныряет по грубую поглубже то есть понятно да а так каждая чешуйка голография ну вообще вот прям не отличить просто все пуля в пулю вот таким вот образом поделают вот такой кранг это фирма бионик бейт ну и вот ценовая категория оригинальный рапала у нас на сегодняшний день стоит в районе 11 долларов да вот такой вот воблер 11 долларов а вот китаец у нас стоит пять с половиной долларов то есть ровно в два раза он дешевле этот бионик бейт в два раза понимаете но я сначала думал что посмотрел и удивился в принципе я никогда в жизни не видел воблеров с такой очень сильной детализации подделки всех элементов вот прям каждая чешуйка каждая полоска на теле каждая там вот вот вообще прям вот один в один они содрали ну только сделали свои красные глаза и свою окраску то есть у них вот есть и другие цвета вот например такой вот есть такой розоватый но я сначала взял попробовать его не магазине как объяснили что якобы бионик бейт это та фирма ну то есть те заводы которые делают приманки для рапала и вот это они сделали сами а вот на том заводе делаются приманки рапала там не так объясню хозяин магазина насколько это правда я не могу вам ответить но я все-таки взял один для теста и попробовал одного такого китайца результат был сногсшибающий самое что прикольно вот у этого скажем так вот и подделки у нее крючки стоят но в норовские урагинала стоят в mc стоит два раза дешевле результат был сногсшибающий он работает еще лучше оригинального рапала еще лучше представляете это просто что-то в голове него в невообразимое никогда в жизни не видел такой классной подделки и которые еще работают лучше оригинала это просто вот бомбизна тема особенно вот такой окрасочки вот с такими красными бычьими глазами я не знаю там ленок просто там с таймешатами в очередь встает чем мне нравится вот эти кренки они на любой скорости проводки на другую на любом быстром сногсшибательном течении он никуда не сваливаться он всегда держит вот это быстро скоростную струю даже при очень быстрой проводки не влево не вправо не выныривать идеально вот эти кренки держат скоростную струю что для горных рек это просто необходимо для для рек с быстрым течением и вот после того вот видите их уже сколько купил вот цена его пять с половиной долларов два раза дешевле я их себе вот целую такую грядку после этого купил ну как бы сказать запасом чтобы они у меня были по этой цене и я вам скажу работает просто изумительно то есть можете сами представить если бы он плохо работал смысле покупать вот такую вот целую пачку грубо говоря этих кренков китайских еще кстати бьюник быть подделать техними но ура полоски тоже очень классно нот ями миноу их не не покупал этого объемник бы это не знаю как они насколько работают в отличие от региональных вот единственное что могу сказать что с полной ответственностью вам рекомендую если вы где-то увидите вот такую вот подделочку на раполу не знаю как западных регионах будет этот кренк работать не будет не знаю там на что на щуку но у нас на дальнем востоке он работает просто изумительно тут тоже смотрю многие спортсмены сейчас начинает обращать внимание именитые спортсмены и авторитетные люди по спиннингу начинает обращать внимание ой мы кренки недооценили ну вот это вот кренки вот занимает свое достойное место я не знаю они сейчас вот про это говорят я кренками на дальнем востоке уже начал пользоваться еще там лет наверное пять назад и ловлю им очень успешно и мы знаем что вот это вот низко амплитудно высокочастотная игра вот то есть амплитуда у него маленькая да но она высокочастотная она очень нравится нашим лососевым то есть это уже давно известно всем на дальнем востоке почему наши там именитые спортсмены только до этого еще доходят мне этого непонятно но у них опыт такой они там ловят совсем другую рыбу такую рыбу как мы они может быть пару раз в жизни съездили порыбачили и соответственно ну опыта практически нет полови лососевых у них ну вот всем спасибо за внимание кому понравилось ставьте палец вверх подписывайтесь на канал до свидания до новых встреч